Деревенское меню Кушайте на здоровье! По истокам тренда жизни на селе Покажешь свой маникюр, френч Ведущие белых роз Супер, мы в восторге Отправляются в мясной гастротур У нас сегодня большой праздник, давайте посмотрим Чем иностранцев удивит сельская кухня? Очень вкусно, очень похоже на курицу Кто живет на подворьях белорусов? Лошади, свиньи, андатры, гуси, нутрии Где томится самый сочный стейк? Ты просто слушай, слушай, как он аппетитно шкварчит Куром на смех Ёжик, ну ты у меня прям звезда Кому достанется диетический титул? Семен! Да! Семен, ты жрать идешь? Семен! Смотрите прямо сейчас Я ходила с ним Ах, красота! Ммм, вкусно! Вчера родился Это только вчера родился, смотрите, такой большой Вкус мечты Тренд на органические продукты Стремительно заполняет весь мир Пока одни с лупой разглядывают состав на этикетках Другие перебираются в деревню ради идеального рациона Ведущие Белых Рос по заданию редакции пишут гайд по актуальному меню Супруги Владимир и Наталья Койпиш о натур продуктах знают все В этом мини-сарае у предприимчивых хозяев кто только не водился Лошади, свинья, андаторы, гуси, нутрии, козы, бычки Сейчас в деревенских апартаментах уже шестой год блаженствует техасская белая перепела Так как с одного квадратного метра можно иметь больше выход продукции, чем с курей Сметливому хозяину пташек на крыльях любопытства летит Мирвата Бушакер Я сегодня шепнули на ушко, что у вас сегодня день рождения Да И вас поздравляю Спасибо Всего самого наилучшего Спасибо, но день рождения не только у меня У меня еще в сарае 103 новорожденных У нас сегодня большой праздник, давайте посмотрим В роскошном красном костюме на каблуках ведущая придко стучится в гости к пушистым именинникам Такие малюсенькие, а могу я потрогать их? Да, я тебе дам, дам Ой-ой-ой, я не могу Держи, только держи, чтобы он О, о, а и такие шусь, такие маленькие Боже мой, ой-ой-ой А ты запусти туда руки, пощупай их Вот когда много, возьми Какое счастье Ой, что такие классные все Милейшая женщина Как она брала перепелят в руки С такой нежностью Значит, любящая мама После милой птичьей терапии Мирвата Бушакер замечает и других обитателей сарая Всего под этой крышей ютятся полтысячи перепелок Пернатые балуют хозяев полезными яйцами мясом Я очень люблю перепелиные яйца Вообще вот они Я их ворю по утрам, на завтрак с кашей А вот это органик Это просто натурально Я просто знаю, что я ем всегда эти перепелиные яйца Я никогда их, ну, вживую так не видела Залог вкусной продукции в качестве ухода Свет, чистота, трехразовое питание Гарант обилие яиц За день пернатые разом съедают 11 кило корма Изящным движением руки Мирвата Бушакер устраивает перепелком полдник Кушать на здоровье Сложно ли их выращивать? Нет, не сложно Это люди просто боятся Помогаю У него есть работа, значит, я захожу и кормлю их Уборочка, естественно, как всегда За женщиной В лепо надо купить зерно, помочь ему Корм, конечно, тянет много Честно говоря, если бы мы не продавали мясо и яйцо То да, это минус бы конкретно был Яйцо себя оправдывает Ну, первые пару лет было тяжело Пока набилась клиентская база А теперь уже передают меня друзьям И мясо перепелиное теннице Попрощавшись с птенчиками Грусота! Ну и чуть-чуть-чуть Мирвата Бушакер принимает вкусное приглашение Теперь пойдем попробуем пробук, который получается из перепелка Легкий променад по деревне Крыжовка Приводит гостью к столу не с пустыми руками Декорация у нас тут еще вот шишки Дегустация на лоне природы только сильнее подогревает аппетит Семье Койпиш есть чем удивить иностранку Арабской диве впервые предстоит попробовать Копченые перепелиные яйца Как беловежский сыр, если глаза закрыть Вот закрой глаза и попробуй ощущения Это самый вкусный Когда-либо попробовала из перепелиных яиц Он реально очень вкусный Пока закрываешь глаза, первое ощущение, реально как сыр Очень-очень вкусно А он сам взял своими руками прямо с утра Все свежее Все свое Под боком у хозяев личный магазин На огороде весь алфавит витаминов Деревня есть деревня, здесь много натурального То, что хорошо, у вас не надо никуда идти, покупать У вас все есть на месте Да, более-менее И тем более это все натурально Любительница мяса Мирвата Бушакер Впервые отведает и перепелиное угощение В такой маленькой тушке лакомый кусок пользы Чистый белок, низкая калорийность, витамины, минералы Очень вкусно Очень похоже на курицу Конечно, приятно, что твой труд оценен Хотя мы уже к нему привыкли Это повседневное А другим нравится Очень гостоприимные люди Очень красиво у них Это пара, которая почти 50 лет Скоро будет Они просто такой гармонии живут Аж хочется просто на них насмотреть надо И от них брать пример Я вообще очень счастлива, что я сегодня находилась у них дома Интересная, такая раскованная Веселая, такая добродушная Мне кажется, с ней легко общаться Она такая открытая Я Мирвата Бушакер Вы смотрите Белые розы Обворожительную ведущую в гости ждет и Анна Поборцева Вместе с тремя юными сыновьями-помощниками Хозяйка фермы выращивает свыше полсотни коз Мирвата Бушакер сходу окутывает милую зверушку объятиями Какая красота А почему именно вот козлята Они там коровы, например Проще А, с ними проще Да, да, я женщина, мне намного легче Может быть, более суетная как бы деятельность Но мне нравятся они как собаки добрые Они такие хорошие, такие красивые А вообще как ребенок А когда родился это, расскажите? Вчера Я вчера родился Это только вчера родился, смотрите, такой большой У хозяйки фермы здесь в почете две породы Чешская короткошерстная и белая заанинская Обе молочного направления На мясо молодняк Как у вас пришла такая идея завести козлята? Родила детей и очень захотелось перейти на полностью здоровое питание Ради идеального рациона, жизни на лоне природы Многодетная мама 7 лет назад бросила городскую суету И перебралась в деревню Теперь счастливые Гавриил, Михаил, Прохор Как заводные часы, денно и нощно Коротают каникулы с дружелюбными козами Чистая вода Спокойно, птички поют Продукты натуральные Я думаю, что это все способствует К оздоравливанию организма Тем более детского Много свежего воздуха, много движения Классно, когда дети помогают Дружно Это вообще можно провести целый день на свежем воздухе Еще полезно И получить молоко свежее И сыр, и творог, и мясо Мирвата Бушакер жаждет и хоромы коз посмотреть И рацион кормилиц разузнать во всех подробностях А чем вы их кормите? Вот что это, расскажите Это сено Это хорошее луговое сено А вы их сами собираете Или вы их покупаете, вот, корм? Я покупаю корма Потому что сложно Самостоятельно заниматься всем За день на одну козу Уходит под три кило сена Полкило комбикорма У ведущей в закромах Остается главный волнующий вопрос Правда ли деревня кормит города? Натуральным продуктом? Да Согласна Согласна Да, да Ну, сельское хозяйство, что мы кушаем, что мы едим Это все зависит от нашего общего состояния Здоровое питание, оно очень становится, скажем, популярным Есть в этом ценность, люди чувствуют Единственное, чем можно оздоровиться Это еда Еда, свежий воздух Вот, и я думаю, что за этим будущее Чтобы подкрепить деревенские факты Мирвада Бушакер вместе с Анной Поборцевой Шагает к шведскому столу Это все сами сделали? Вау, какой стол Гостеприимная хозяйка угощает жареным козьим мясом Домашним сыром халуми Полирует дегустацию информационной вкуснятиной Считается, что козье молоко более диетическое В нем другой жир, более мелкий И поэтому лучше усваивается Полезные лакомства одно за другим Нанизываются на вилку иностранки От гуру мировой кухни высшая оценка Очень вкусно Жареный Жареный Большой спрос на козье молоко Увеличивается Да, растет прям в геометрической прогрессии Действительно Люди узнают, люди интересуются Пробуют, приходят Очень много постоянных клиентов Я тоже одна из них Мясо просто шикарно Тает во рту Сыр своими руками сделан И сквозные продукты Это просто шикарно Очень вкусно Мне все очень понравилось А я, кстати, могу предложить и конфеты Причем конфеты и с сыром Сквозным Там орехи, вишня А что вы советуете, с чем начинать? С каенским перцем Экзотическое угощение от мамы-хозяйки фермы Приятно удивляет арабскую диву Это что-то очень невероятно Очень вкусно Вообще очень необычно, если честно Какие они умницы Такие они творческие Все натурально Своими руками Я делаю черные, как я говорю, и белые Вот с пармезаном, крем-чизом И очень вкусно, очень нравится Как-то пришла ко мне дама И она сказала, была в такой стране В такой, в такой, в такой Я так думаю, что же она мне скажет Она говорит, лучше ваших нет Может быть, это нескромно звучит Но у меня заказывают конфеты И я с удовольствием делаю Сладкую феерию Мирвата Бушакер Вершит театр народной песни «Патерки» Коллектив с первого взгляда Чарует неподдельной детской любовью К белорусской культуре Огонь разнает Огонь разнает Наш точный нам угры И такие красивые, яркие Разнообразные, разновозрастные Я вижу, у вас сколько или? Такая маленькая Уже семь, а пришла, когда было четыре Юные дарования с молодых ногтей Познают таинство народных обычаев В хоровод танца затягивают и арабскую гостью После плясок рукоделие Но и на этом сюрпризы для иностранки не заканчиваются Стриматика, не ласка, как эту мигу Про наш родный заславный Такая красота А еще триматика – это гонок Як символ проложонсти, радости и весны Напис Без финального танца красотку отпускать не готовы Ей понравилось наше творчество И было понятно наше творчество Супер, мы в восторге Столько сюрпризов подготовили Я просто счастлива Ансамбль очень колоритный, очень интересный Такие маленькие, умные детки Они еще меня научили, как и танцевать Еще успела говорить на белорусском языке Арсеналом новых слов арабская дива не прочь похвалиться Так, усим, я тебя кахаю Добавачение Сразу после рекламы Ну что, красивый? Красивый Красивый Чуть-чуть перца Ну и проверить, можешь потрогать провал Не надо Да ладно, что-то Звонок к свадьбе Поверти гулять Тут же, тут же, поверну Поверти гулять Вкусный тренд Спрос на органические продукты Растет в геометрической прогрессии Сельские жители готовы накормить всю страну До рекламы Мирвата Бушакер Насладилась деревенским диетическим мясом Декорация у нас тут еще, вот, шишки Оценила вкус конфет из козьего сыра Ммм, это что-то очень невероятное Пополнила запас белорусских слов Так, усим? То ли еще будет Приятного аппетита Вот что дальше Ну, круто, правда? Ради знакомства с именитым хутором йодишки Кенни Курата прокладывает дальний маршрут Прежде чем отведать органическую продукцию Ведущему придется поработать на славу Проводник в деревню 21 века Андрей Абрамов Меня зовут Михалыч, белорусский ковбой Белорусский ковбой? Да, да, да Причем настоящий У меня есть и жеребец, и куча коров Личное подсобное хозяйство семьи Абрамовых Гремит на всю страну не первый год к ряду Сертифицированный органический продукт Разлетается на ура Выращивают здесь и кур, и коз, и овец, и кроликов Лицезрец всех агулам Такая задача минимум американцев Где у нас козы? Я слышу Отыскать прытких животных не так-то просто Все как один здесь на вольном выгуле Первыми на аромат белого хлеба выглядывают козы Берешь кусочек, отламываешь И приговариваешь, жуй Потому что иначе они будут глотать Хорошо Держи Спасибо Все Все, вы счастливы, девочки? Кенни Курата не упускает момент и себе в рот крошку закинуть Ммм, вкусно Я человек ленивый, поэтому я всех своих животных приучил Жить и развиваться исключительно на чистенькой белорусской траве Ну, конечно же, иногда и воду даем Но это только зимой, потому что летом они входят в речку и там попьют водички Вооружившись ведрами, Кенни Курата семенит по следам хозяина завидных владений Сельская тропа приводит прямиком к мычащим телятам Три породы, из которых можно вырастить мраморное мясо, мраморные стейки Это Гарфорд, Абердинангус и Лимузью И все три породы у меня есть в хозяйстве Сейчас я тебе покажу, что они кушают три раза в день Сам захочешь Познакомьтесь с Алексеем Алексей, это наш, это, кстати, наш сельский житель, который переехал из города Сейчас такая же тенденция Какой город? В Минице Да, всем хочется в деревню Там жарко и каменные джунгли А здесь свобода и свои продукты Он мне предложил уникальный опыт Это пройти путь продукта от его рождения до тарелки, на которой он лежит И меня настолько это увлекло и затянуло, что я уже здесь живу как три года И никуда не собираюсь уезжать Погружение в деревенский быт обеспечено и Кенни Курата Иностранцу предстоит покормить резвых телят Первым делом ведущий сам пробует вареную смесь зерна и картофеля После накладывает мычащим клиентам Оценить лакомство рвется и белая подруга Всем Он тоже есть, да? Да, да, да Они любят все Восемь Манечка 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 Ну, манечка Смесям ныряет вода Следом молоко Все под чутким руководством коз После вкусных махинаций телята наконец приступают к трапезе Отлично Выливай, выливай, все, ливай Ого Е-е-е-е Все, а теперь, как говорится, наслаждай Видишь, как ему хорошо И можешь его почесать за шею Аккуратненько, он будет очень доволен Здорово потренировавшись, Кейн Акурата с тяжеленным ведром рвется кормить быка Зари Скажи, Семен 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 Молодец А теперь смотри Ты теперь никогда не будешь жалеть о том, что ты сделал Теперь ты знаешь, как это Короче, для тебя у меня теперь есть нежный сюрприз За смелость Кейн и Курата вручают пушистого друга На хуторе на свободе живут за две сотни кроликов Поймать диких зверушек тот еще каленкор Людям не идут, поэтому у нас здесь такое правило, что если ты поймал кролика, ты его забираешь с собой Да, да, серьезно После насыщенной эмоциями экскурсии легкий променад к любимому месту белорусского ковбоя На поле с познавательными нотами Деревенские натуральные продукты Есть органические продукты, а есть деревенские натуральные продукты Это продукты, произведенные сельским жителем в замкнутом цикле Без применения вспомогательных веществ, повышения схожести, урожайности, полдовицки и так далее, тому подобного промышленного характера Все с заботой о здоровье Органическое сельское хозяйство – это продукты, произведенные без применения химически синтезированных удобрений и средств борьбы с вредителями растений То есть дедовский способ и все вооборот в помощь На этом поле под лучами солнца нежатся 10 маток Столько жителят Круглый год на улице, у меня нету строений, нету ферм Прям выменем на снегу и едят только сено и соломы Андрей Абрамов на лоне природы дышит полной грудью уже под два десятка лет Гостей хутора его сельская рапсодия покоряет прямо с первого визита Большой интерес у городского человека переехать на землю, переехать в деревню Особенно наш президент это очень сильно поддерживает и сейчас особенно об этом говорит Ребята, берите земли мелкоконтурные, строитесь, заводите свои личные подсобные хозяйства Это тема завтрашнего дня, тема ближайших десятилетий и поэтому добро пожаловать в деревню Это не было сложно, но это было очень интересно Я понимаю, какой процесс нужно сделать для эко-мяса Вкусным аккордом завершается знакомство с жизнью хутора В ресторане высокой деревенской кухни Кенни Курата ждет мясной сюрприз Еще мы здесь очень часто проводим такие называемые стейк-пати Это мы всю Беларусь пытаемся приучить к стейковой культуре через органическое сельское хозяйство Понимаешь? Какая у нас миссия? Гуру сельской гастрономии Алексей Доменюк встречает Кенни Курата во всеоружии Почему этот стейк называется именно ковбойский? Ковбойский? Да, ковбой стейк Почему? Из-за ребрышка Ребро есть Она у животных буквой С От одного вида мраморной говядины у иностранца текут слюнки Пока нагревается гриль, стейк усыпает черный перец Обволакивает сочную картинку масло с розмарином и чесноком Засервируем тарелку для подачи Как в ресторане Чуть-чуть перца и чуть-чуть соли Гриль тем временем готов принимать стейк в жаркие объятия И ждем буквально минутку, чтобы его перевернуть Окей? Хорошо Главное, чтобы сейчас стейк просто правильно запечатывался На готовую аппетитную корочку падают крупицы соли Когда жарят стейк, есть такое правило, его переворачивают всего 4 раза Мы не смотрим на часы на время, да? Он сам жарится, ему мешать не надо Ты просто слушай, слушай, как он аппетитно шкварчит После чудных минут ожидания ковбойский стейк готов удивить вкусовые рецепторы Настоящие эксперты режут стейк посередине К кулинарному празднику присоединяются домашние овощи, сыры, мед Спасибо, спасибо, это очень бомба Спасибо за комплимент Стыки появляются только в тот момент, когда бык вызрел Созрел, ему наступило минимум 2 года И с одного быка это минимум 30 килограмм стейков только получается Классических, которые мы там знаем Поэтому на всех их не хватает Многие стоят в очередях, по полгода ждут Я попробовал стейк, и это было очень-очень вкусно Вкуснее, чем в Америке Это из натурального мяса И химии нет, поэтому очень-очень вкусно По славной белорусской традиции вкусную трапезу вершит песня Коллектив «Верба» встречает иностранца музыкальной феерии Австрические некурата здесь мечтали всем составом Ну, вас мы знаем прекрасно и вашу программу Поэтому очень рады, что вы к нам сюда заглянули Белорусские таланты момента не упускают Вручают ведущему трещотки Заводят звонкую беседу Ну, круто, правда? Великолепие музыкальных инструментов не удерживает иностранца на месте Кенни Курата рвется испытать все Музыкальный утюг Это аккордеон, да? Аккордеон Колокотик Это звоночки Звоночки А это белорусская дудка Сложный инструмент Народного любимчика от чистого сердца усыпают подарками, согревают объятиями Это вообще круто Во-первых, мы эту программу, конечно же, знаем и ведущего знаем Но по телевизору, да? А когда приехали сюда в гости, конечно, это просто замечательно И процветание этой программы на долгие-долгие годы У Кенни Курата, между тем, срочные новости Я скоро уезжаю, работаю в лагерь И я буду очень скучать о передаче «Белый Рус» До встречи в сентябре И я люблю «Белый Рус» Кто его заменит на время каникул Новая жизнь Новые эмоции Узнаем совсем скоро Вот что будет ровно через неделю Я боюсь На бок На перед, на перед, круче Ну, совсем другое дело Я настоящая белорусская Я трогаю трактор Ой, едет еще Дальше будет еще круче Я с на коникой себя буду брала Я боюсь, на коникой себя буду брала Сто мне безумно, если я вожаровала Субтитры сделал DimaTorzok